Девушки отдыхают Непревзойденный цинизм. Женщина недавно потеряла мужа. А теперь бизнесмены настаивают, чтобы она выкупила автомобиль, в котором ее супруг задохнулся вместе с любовницей. Я не хочу ни видеть, ни слышать их в своей любови. Не хочу. Наркоман обокрал бедную пенсионерку. Женщина сама впустила в дом сына хорошей знакомой и чуть не поплатилась за это жизнью. Да если бы я знал, что к всему этому придет, я бы тебя своими голыми руками задушил бы. Голыми руками бы он задушил, друг детства называется. Мужчина дал другу денег в долг на лечение от наркозависимости. Но больной отблагодарил кредитора тем, что подсадил на наркотики его сына. Истец требует выкупить автомобиль, пришедший в негодность по вине покойного мужа-ответчика. Ответчик заявляет, что ущерб возник по вине истца. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Автоаренда плюс» в лице своего представителя по доверенности. Ответчиками у нас выступает Долинская Анна Эдуардовна, действующая за себя и в интересах своих двух несовершеннолетних детей, верно? Иск заявлен о возмещении материального ущерба в размере 1 миллиона 70 тысяч рублей. Так, представитель ответчика, значит у вас иск, как я понимаю, заявлен к ответчикам как к наследникам, да? То есть ущерб был причинен, как я понимаю, погибшим мужем вашим, да? То есть наследодателям. Доверенность на представление интересов, послушаю по обстоятельствам причинения вреда. Ваша честь, я являюсь представителем фирмы «Автоаренда плюс». У нас иск возмещения к ответчику 1 миллион 70 тысяч рублей. Суть дела в том, что полгода назад, 15 июня, муж, ответчица, взял у фирмы в паре в прокат автомобиль на два дня. Ваша фирма занимается сдачей в прокат автомобилей. Вот. Через два дня он автомобиль не вернул и на связь не вышел. Так как муж брал часто автомобиль у нас и бывало его задерживал, мы решили его не беспокоить. Но по прошествии еще двух дней, опять так же, он никак себя не проявил и на связь не выходил. Сотовый был недоступен и, пытаясь до него дозвониться, было попытки все безрезультатны. В результате автомобиль был объявлен в угон. Мне бы позвонили сразу, лучше. Так, 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 автомобиль был объявлен в угон. Нашли автомобиль? Да, по прошествии восьми дней автомобиль был найден на даче гражданки Васильевой с трупами Дольского и гражданки Васильевой внутри. После выявления следственных действий было обнаружено, что они задохнулись в машине от выхлопных газов, так как автомобиль был в запертом гараже, включен на даче. В гараже? В гараже нашли? Вот здесь вот, есть протокол. И два трупа в автомобиле, да? Да, два трупа в автомобиле. Следственные действия были проведены и автомобиль был возвращен в фирме. После того, как водитель поехал забирать автомобиль, он ехать в нем отказался, так как автомобиль жутко пропах трупным запахом. Так как трупы пролежали больше десяти дней в машине и уже начали разлагаться, водитель пытался включать кондиционер, открывать окна. Вот, и вообще это никак не влияло. Он ехать в нем категорически отказался, и машина была доставлена в фирму на эвакуаторе. После доставки автомобиля в салон была проведена химическая чистка салона автомобиля. Но это также ни к чему не провело. Запах стоял просто невыносимый. Клиенту такой автомобиль не дашь. Было проведено еще... А салон как-то там, не знаю, сиденье сменить? Попробовали. Вот. Было проведено еще три химических чистки. Это тоже ничего не дало. И было решение сменить кожаный салон автомобиля, потому что запах въелся и в сиденье. Так. Был сменен кожаный салон автомобиля, но все равно автомобиль пах. Не так, как... Ну, все равно клиенту такой автомобиль не дашь. Потому что у нас услуги как бы для состоятельных людей. И автомобиль с трупным запахом, ну, просто невозможно дать клиенту. Тут даже никакие амортизаторы в салоне не помогали. Было проведено экспертное заключение автомобиля, что запах въелся в пластик и в внутренности автомобиля. И автомобиль восстановлению не подлежит. Дешевле и проще купить новый автомобиль, чем восстанавливать старый. То есть восстановительный ремонт автомобиля обойдется дороже, нежели приобрести новый автомобиль, да? Была заявлена... Был продан запрос представителю автодилера. А автомобиль был застрахован? Автомобиль, да. Я так понимаю, это страховым случаем не признали, да? Страховым случаем не признали. Вот. Был запрос в салон на стоимость нового автомобиля. Новый автомобиль стоит полтора миллиона рублей. Ну, с учетом износа 15% в год, за два года получается 1 миллион 70 тысяч рублей. Но мы еще идем навстречу ответчику. Как великолепно. Да, идем, идем. Спасибо вам огромное. Идем навстречу ответчику. И автомобиль как бы у эксплуатации всего год и два месяца. И мы берем за него как за двух годовалый автомобиль. Наглости хватает еще. И еще мы не берем с ответчика стоимость химчистки салона и переобивки салона, смена на новую обивку. Потому что это тоже фирма понесла затраты. То есть те убытки, которые вы понесли в связи с попыткой восстановления этого автомобиля, вы их не заявляете? Да, мы готовы пойти навстречу, да, и с учетом амортизации. Да, и автомобиль мы готовы вернуть ответчику после исполнения риска. Ну, конечно, у вас неосновательное обогащение в одном случае будет. Так, представитель лица, значит, мне договор аренды на автомобиль, а к приему передачи ее супругу, ответчикам, экспертизу. Вот документы все давайте ваши. Ваша позиция понятна судя. Пожалуйста. Ваша честь, я являюсь вдовой Долинского, кроме меня еще два наследника несовершеннолетних. Двое несовершеннолетних детей, да? Да, сына Аркадия и Василия, им по 5 и 8 лет. Я вступила уже в наследство, то есть есть документ соответствующий. Стоимость наследственного имущества. Да, действительно, наследство не такое уж маленькое. Две квартиры, машина, дача. Но это я не считаю, что соответствует тому, что здесь говорят вообще. Я вообще, у меня слов нету от трагедии, которая произошла. Я до сих пор не отошла от всего, что произошло. У меня до сих пор не верится, что я потеряла мужа при таких обстоятельствах. А у вас еще хватает совести приходить и брать с меня какие-то иски. Так как ответчик был состоятельным клиентом, вы можете оплатить с учетом наследства сумму иска. Вы мне в карман-то не лезьте. Ответчик, ответчик. Сейчас суд решит. Ваша честь, я сейчас расскажу, как все было. Дело в том, что мой муж часто ездит в командировки. В этот раз он сказал, что он поехал в командировку. Уехал. В этот же день он отзвонился, сказал, что все хорошо. Он разместился в отеле. Все, я успокоилась, я не волновалась. На следующий день он не вышел на связь. Ну, я думаю, ну ладно, бывает, городок маленький, куда он поехал, провинция. Может быть, что-то там с сотовой связью у него, телефон, еще что-то. Он не вышел на связь еще один день. Тогда уже через два дня я замолновалась. Я начала звонить, ну, сначала первым делом, конечно же, на работу. На работе его прикрыли и сказали, что он в командировке. Я стала обзвонить морги, больницы, полицию. Естественно, нигде его не было. Потому что искала-то я, естественно, вообще не в том городе, а надо было искать в своем собственном. Ваша честь, и я вам скажу. Между прочим, они могли мне оповестить заранее. Они могли позвонить вовремя, и, может быть, мы что-то смогли бы сделать. Но они этого не сделали. А знаете почему? Потому что им это выгодно, между прочим. Сейчас расскажу. У них есть мой телефон, потому что я тоже являюсь клиентом этой компании. И они знали, что я являюсь женой Долинского, и могли спокойно мне позвонить, и мы бы начали предпринимать совместные действия. Но они этого не сделали, потому что каждый просроченный день соответствует штрафным санкциям в размере, там, по-моему, 3000 рублей. Мне интересно, сколько бы вы ждали еще? Это они еще быстро, наверное, объявились. Им они использовали, понимаете, нас, моего мужа. Они хотели просто взять денег с него. Вот и все. Послушайте, уважаемый ответчик, ну, если это предусмотрена штрафная санкция договором, то договор подписывается двумя сторонами. И вы даже, если брали там автомобиль, да, вы же знали об этих штрафных санкциях. Ну, вы согласны на это были, да? Это право из ЦАЗа заявить такую штрафную санкцию. Соответственно, вы на нее согласились, когда подписали договор. Ваш честный. Я здесь вот не вижу какой-то связи между тем, что там намеренно, тем более, вот, организация из ЦАЗа, как они могли вообще предугадать, что произошло. Тем более, что неоднократно уже задерживался автомобиль. Он задерживал. А вам сообщить, как я понимаю, да, представитель из ЦАЗа, что, ну, все-таки, это такая профессиональная этика. Это кондиционная информация, плюс... Что значит, профессиональная этика, черная пара. Разглашение третьим лицам. Понимаете, даже несмотря на то, что вы супругой являетесь, разглашение третьим лицам о какой-то деятельности их клиента. Да, плюс он просил не разглашать информацию. Но они даже на это право не имеют, по сути. Лично. Вы знаете... Хорошо, а вы лично, вы лично когда начали разыскивать супруга? Я лично стала разыскивать через два дня. То есть два дня он не выходил на связь, через два дня я стала его разыскивать. Потому что два дня, это уже, я считаю, что достаточное количество времени для того, чтобы начать уже розыск. Но, между прочим, я хочу сказать, что они могли, на самом деле, я считаю, как бы конфиденциально не была информация, понимаете, когда человек пропал, автомобиль пропал, то надо, наверное, что-то делать. И, кстати говоря, когда-то я им задавала этот вопрос, менеджеру вашей компании, я задавала им вопрос, я говорю, а что, если вот так вот будет, автомобиль угонят? Ну, мало ли, ну, все бывает, да? Мне сказали, вы что? Такого быть не может. У нас там есть жучок в салоне. Мы всегда будем знать, где находятся машины. Да, не правда ли? У вас какой-то маячок стоит? Да, есть в машине маячок. Но так как автомобиль находился в запертом гараже на даче, связь там в области ловит очень плохо. У вас есть экспертное заключение от сотовой компании, и его очень было трудно найти, и поэтому так долго его искали. Ну, зачем же вам тогда такие жучки на автомобилях? Если его в гараж загонишь, и уже не найдешь. Бывает, где... Там, где связь плохая. Бывает, где очень плохая связь. Мне кажется, они, наверное, не от сотовой связи работают, а от GPS, нет? Нет, больше от сотовой. Я говорю, очень-очень все выгодно, понимаете? Потому что сколько бы машину ни искали, конечно, каждый просроченный день они с меня... А сейчас они с меня сколько берут денег? Уважаемый ответчик, а вы... Я потеряла ужас в каких-то обстоятельствах. Уважаемый ответчик, а вы нашли ужас в вашего... Отвечник, ответчик, а вы когда начали действия по... Ну, когда начали разыскивать своего супруга, вы к ИСЦУ обращались? К компанию, да? Обращались? Дело в том, что он пропал. Мне сказали, что он в командировке. Естественно, в другом городе. Я не знала, где он находится, понимаете? Я перерыва все больницы и морги из-за этого, естественно. Если бы они первые мне позвонили, у нас бы хотя бы вот этого ситуации бы не возникло. Это сто процентов бы. Мы не могли позвонить, это конвенциальная информация. А сейчас они хотят поиметь с меня просто хорошие деньги, вот и все. Новый автомобиль за счет меня. За счет меня, вдовы, которая потеряла мужа... Я вам объяснила, с чего складывается эта стоимость автомобиля. Я вообще сейчас... У меня двое детей остались, понимаете? Бескормильцы. За двухлетнюю давность, с учетом износа. Так, есть еще что-то у сторон добавить? У меня нечего добавить. Нет, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я не хочу ни видеть, ни слышать, ни... Свою любовь не хочу. Пенсионерка заключила договор ренты с врачом и была уверена, что ее здоровье в надежных руках. Но она ошиблась. И ошибка едва не стоила пожилой женщине жизни. Да если бы я знал, что к всему этому придет, я бы тебя своими голыми руками задушил бы. Голыми руками бы он задушил. Друг детства называется. Друг отца подсадил парня на наркотики. Доказать это невозможно. Но мужчина придумал, как отомстить. Теперь бывшие друзья в суде. Двое детей. Вы понимаете, кого вы оставили? Вы обязаны были сами, что не за моральным обликом своего мужа. Это не обязанность фирмы следить. Двое детей, которые остались без человека. Вы не уследили за своим мужем, за его любовницей. Какие у вас претензии к фирме? Не следили? Вы мне еще предъявляете, что я не следила? Мы не следим. Мы даем в прокат машин. Все. Нас не интересует, что там клиент делает. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела, а также оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить взыскать супруги умершего и его несовершеннолетних детей солидарно в пользу истца ущерб, причиненный наследодателем имущества истца в размере 1 миллиона 70 тысяч рублей. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку в порядке наследования по закону к ответчикам перешло не только имущество их умершего супруга отца, но также и имущественные обязанности умершего. В данном случае такой имущественной обязанностью, перешедшей по наследству, является возмещение ущерба, причиненного имуществу истца. Факт причинения ущерба имуществу истца подтверждается договором аренды автомобиля, заключенного между умершим и истцом, заключением санитарно-гигиенической экспертизы транспортного средства, проведенной после возвращения автомобиля истцу, согласно которой автомобиль по санитарному состоянию не пригоден к эксплуатации, заключением технической экспертизы о том, что оценочная стоимость ремонта превышает стоимость нового автомобиля, то есть восстановление автомобиля нецелесообразно. Нарушение договора аренды автомобиля со стороны ИСЦА не допущено, поэтому нет оснований для освобождения ответчиков от возмещения ущерба. Поскольку после смерти наследодателя его имущество в порядке наследования по закону перешло к его супруге и несовершеннолетним детям, как наследникам первой очереди, а по долгам наследодателя отвечают солидарно все наследники, принявшие наследство, независимо от возраста, в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. То, соответственно, и несовершеннолетние дети умершего, как принявшие наследство, обязаны отвечать по долгам отца. Стоимость имущества, перешедшего к ответчикам, превышает размер ущерба, поэтому ущерб взыскивается в полном объеме солидарно со всех ответчиков. Поскольку, ответчик, вам разъясняю, что за несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, ответственность несете вы, как родитель, да, как единственный оставшийся родитель, ну, ущерб придется возмещать вам. Я вот искренне понимаю вашу позицию о том, что вот все эти обстоятельства, да, что муж где-то там с кем-то на даче, я вот лично вашу позицию понимаю, но закон, он написан таким вот сухим, холодным языком. К сожалению, в данном случае он не на вашей стороне, поэтому придется ущерб все-таки возместить. Понятно решение суда, сторона? Понятно. Дело закрыто. Все произошло, как должно было произойти, я в этом даже не сомневался. Женщину, конечно, по-человечески жаль, но вступая в наследство, она получает не только права, но и обязанности. Тем более с учетом наследства она спокойно может выплатить эту сумму. Что делать? Буду продавать машину, часть квартиры, ну, чтобы я еще раз связалась с подонком. Все продается и покупается. Меня продали, как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно, хочу денег, еще бы, моя любовь дорогого стоит. Тело. Ну, может, приступ хотя бы потрогать. Вам принципиально установить истину, или чтобы кто-то попробовал вашу? Мне принципиально установить истину, а как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. Видите, на что мы пошли, ваша честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. С понедельника по пятницу в 13.00 на нашем телеканале. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать риск на вас. Истец просит расторгнуть договор ренты. Ответчик с иском не согласна. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Бальбековой Авдотии Карловны к ответчику опухтенной Людмиле Сергеевне. Иск заявлен о расторжении договора ренты. Все верно? Пожалуйста, Авдотия Карловна, слушаем вас. Ваша честь, я хочу расторгнуть договор ренты, заключенный с Людмилой Сергеевной. С Людмилой Сергеевной. Почему? Давайте по обстоятельствам. Восемь лет назад я заключила договор ренты с Людмилой Сергеевной. Она работает фельдшером и часто приезжала ко мне на скорой помощи. И как только я подписала договор ренты, ко мне на квартиру стал появляться ее сын. Правда, на первый взгляд... Нет, подождите, подождите. Давайте договор ренты. Пожалуйста. Здесь все. То есть у вас были прописаны какие-то обязательства, да? Какие? Что должна была делать? Отвечу. Она должна была, конечно, следить за моим здоровьем, потом ходить в магазины, покупать продукты, готовить. Но готовили мы все время с ней вместе. Но то, чтобы сын приходил... Нет, так она свои обязанности исполняет? Ну, исполняла. То, что в договоре написано, исполняет? Да. Так. Сын при чем здесь? Ну, дело в том, что вот сын ее стал приходить, который ему совсем не нужен был там, в моем доме. Ну, какое это отношение имеет к договору пожизненной ренты? Ваша честь, однажды, разбирая свои драгоценности, которых у меня очень много, потому что я в молодости была очень привлекательна. За мной ухаживали много мужчин, дарили мне дорогие подарки и особенно драгоценности. Они у меня хранятся и в серванте, и в шкафу, и на полочках, и все в шкатулочках, в коробочках. И вот однажды я, разбирая их, они согревали мне душу, я вспоминала молодость, и обнаружила, что некоторых драгоценностей у меня нет. Обвинить я, конечно, никого не могла, потому что, как говорится, не пойман не вор. А зачем ходил тогда ее сын? Вы полагаете, что это как-то связанные события? Вот, оказывается, ему нужны были мои драгоценности. А как-то ограничить доступ сына-ответчика в квартиру нельзя было? Я говорила, ничего страшного, ничего страшного. У меня мальчик хороший, воспитанный. Однажды я зашла в ломбард, и, Ваша честь, я там увидела свои серьги. Я спросила работников ломбарда, кто их принес. Они мне на этот вопрос не ответили, и мне пришлось обратиться в полицию. Полиция выяснила? Да. Они пришли в ломбард, изъяли эти серьги, провели расследование. И что вы думаете, Ваша честь? Было доказано, что эти драгоценности, мои дорогие сережки, принес ее любимый сыночек Игорь. То есть все-таки он как-то причастен, да? Было установлено. Какие-то его? Его причастие к пропаже ваших драгоценностей. Конечно. Вот приговор вы мне здесь передали, это в отношении него, да? Все я вам передала, Ваша честь. Но дело-то в том, что серьги мне вернули, а кто мне вернет остальные драгоценности? Вот у меня там в списке у вас все указано, что у меня пропало. Вы на основании этого просите расторгнуть договор? Нет, Ваша честь. Я вот что хочу сказать. Да у меня их драгоценности, видите, у меня много их. Но я боюсь за свою жизнь. Он наркоман. Медицинское обследование доказало это, что он наркоман. Он на свободе. Ему нужны деньги на наркоту. Он придет ко мне в дом. Знает, где лежат мои драгоценности. И тихонечко меня убьет. А я еще пожить хочу, Ваша честь. И прошу поэтому расторгнуть этот договор. Я не хочу ни видеть, ни слышать их в своем доме. Не хочу. Ваша позиция понятна. Ваша позиция понятна. Ответчик. Ваша честь. Взываю к вашему разуму. Не расторгайте этот договор. Иначе я здесь выможу прям в зале суда на себя руки. А в доте Карлов... Ответчик, давайте все-таки вот... Да, в правовом поле. А в доте Карлов, почему вы все время хотите примешать моего сына к нашим с вами отношениям? Я свои обязанности как врач, как медик, даже сиделка выполняла. Какая сиделка? Какая сиделка? Какая сиделка? Я по каждому вашему вызову, по каждому требованию приходила. Отвечу, мне рассказывайте, да? Мне рассказывайте, как вы исполняли обязанности по договору ренты. То есть квартира, я так понимаю, передавалась за плату, да? Да. То есть вы 1 миллион рублей... Я передала, перечислила на ее счет. 1 миллион рублей, о чем у меня имеется документальное подтверждение. Ну, вы рассказывайте, я потом заберу документы. Вот. И, извините, я волнуюсь, у меня прям руки трясутся. Но, да, у меня есть сын, 19 лет ему. Я его растила одна. Наркоман. Не наркоман он. Он никакой не наркоман. Мальчик связался с плохой компанией. И, да, он имел... Ну, и что он предоставлено в суду выписка, да? Да, из медицинского учреждения, что он находится на лечении. В наркологическом диспансере. Да. Он незаконченный наркоман. Мальчик оступился. Не надо его здесь примешивать к нашим отношениям. Восемь лет, восемь лет, восемь лет он ходил ко мне в дом и выносил у меня драгоценности. Ничего он у вас не выносил. Вы вспомните, как мы с вами пододеяльники искали. Какие-то ваши старые пододеяльники куда-то вы там запрятали. Да. Ему было назначено условное наказание. Да, его в данный момент он находится на лечении. Но мальчик мне все рассказал. Я его растила без отца. Игорек, он очень хороший мальчик. Но почему все время Авдотья Карловна пытается примешать наши отношения, выполнение моих обязанностей, по договору ренты. Да потому что я поеду свою жизнь, дорогая моя. Я его оградила. Он никогда даже к вам на пушный выстрел не подойдет. Я за этим слежу. Что ж ты не сидела восемь лет за ним, а? Правильно, потому что я за вами ухаживала восемь лет. Ваша честь, я не поверю, что сын крал у меня, продавала драгоценности, а она об этом не знала. На эти деньги, которые были выручены за мои драгоценности, она и покупала мне продукты. Он и знать не знает, что у вас есть там или нет у вас чего. Так, ответчик, давайте все-таки к своим обязанностям по договору ренты. Я выполняла их безукоризненно. Оплачивала коммуналку, покупала дорогостоящие лекарства. Чеки на покупку лекарств и квитанции об оплате коммунальных услуг. Вот у меня все в книжечке. И выписку со счета, что миллион рублей при заключении договора был перечислен на счет СЦА. Все у меня положено, всю я бухгалтерию вела. И свои обязанности я выполняла. Правильно, ваше честь, правильно. До тех пор, пока не стали исчезать мои драгоценности. Авдотья Карловна, у меня только один к вам вопрос. Поскольку квартира ваша в собственность переходила ответчику по договору ренты за плату, то есть за 1 миллион рублей, вы понимаете, что если этот договор будет расторгнут, вы обязаны будете вернуть этот 1 миллион рублей ответчику? Я верну, верну. У вас есть эти денежные средства? Сейчас есть денежные средства? Суд удаляется для принятия решения. Я вам платила 10 тысяч рублей, я вам платила 8 лет. Из каких же из ваших денег? Думя копеечная зарплата. Я вам 10 тысяч перечисляла ежемесячно. Да что вы говорите, да, конечно. Если бы не воровал твой сын, ты бы так. А сын мой не воровал. Далее в программе. Да если бы я знал, что к всему этому придет, я бы тебя своими голыми руками задушил бы. Голыми руками бы он задушил, друг детства называется. Мужчина дал другу денег в долг на лечение от наркозависимости. Но больной отблагодарил кредитора тем, что подсадил на наркотики его сына. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о расторжении договора пожизненного содержания сождевением и о возврате квартиры в собственность истицы оставить без удовлетворения. Суд не расторгает оспариваемый договор пожизненного содержания сождевением, поскольку закон допускает расторжение договора только при существенном нарушении договора другой стороной. В данном случае ответчица добросовестно выполняет свои обязательства по договору пожизненного содержания сождевением. Она выплачивает истиции ежемесячные денежные содержания, обеспечивает ее уходом, питанием, одеждой, медикаментами, оплачивает коммунальные и эксплуатационные расходы, что подтверждается представленными суду чеками, квитанциями, оплаченными счетами за коммунальные услуги. И не отрицается, собственно говоря, самим истцом. То есть со стороны ответчицы нет существенного нарушения своих обязательств по договору. Окража сережек, совершенная сыном ответчицы у истицы, молча слушают решение суда стороны. Окража сережек, совершенная сыном ответчицы у истицы, не является основанием для расторжения договора ренты, заключенного между истицей и ответчиком. То есть суд при таких обстоятельствах в иске отказывает, поскольку не было существенных нарушений именно с той стороной, с которой вы этот договор заключили. Я вам, ответчик, настоятельно рекомендую ограничить своего сына от истца. Я ее отцеживить не хочу. Вот настоять, потому что в другой раз может быть у суда и другое мнение. Если что-то, какие-то действия противоправные повторятся. В данном случае в иске отказано. Решение понятна сторона? Дело закрыто. Прошу всех встать. Мне непонятно. Наши отношения, как были, они так и останутся. Нашими с вами чистыми, добрыми. Решение суда. В иске отказать. Решением таким я не согласна. Я буду подавать апелляцию. Дело в том, что я боюсь за свою жизнь. А миллион, который она мне дала за ренту, я ей верну. Но в моем доме ее больше никогда не будет. Свои обязанности перед Авдотьей Карловной я как выполняла, так и буду выполнять. Надеюсь, у нее помутнение рассудка пройдет. И наши отношения останутся на прежнем уровне, теплыми, добрыми, хорошими. Как и раньше. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работой. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас, называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск. Да. Я не согласен с этим. Истец требует взыскать долг. Ответчик иск не признает. Заявляет, что существует договоренность об отсрочке. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Фетисенко Андрея Владимировича. К ответчику Гололобову Илье Дмитриевичу иск заявлен о взыскании долга в размере 500 тысяч рублей. Верно, да? Пожалуйста. Слушаем вас. Ваша честь, в общем, тут рассусоливать не о чем, как говорится. Буду краток. Человек перед вами, это вот ответчик, занял у меня 500 тысяч рублей. Как оформили этот заем? Как оформили этот заем? Оформили ему, вот есть расписка, им написано и им подписано. Мы с ним договорились, что в течение... Срочный был занят. Срочный? На какой-то срок? В течение года он мне, да, вернет. Обязуется. Не вернул? Да, на данный момент он мне не вернул ни копейки. Давайте взыскать. Совершенно верно. Хорошо, ваша позиция понятна в суду. Ответчик? Да врет он, ваше честь. Что вы его слушаете? Ну, не все, конечно, врет. Подписывали расписку? Да, я подписывал. Почему не вернули долга? Да, я занимал у него 500 тысяч, да, я занимал у тебя поллимона, Андрюха, но я же вернул, я же вернул тебе почти половину, вернул. Ну, что же ты такое, а? Не помнишь, да, ничего? Ничего, он не возвращал абсолютно. Не возвращал. Ответчик, вы суду объясните, почему вы не возвращали? Я возвращал, ваше честь, я вернул ему 170 тысяч, я вернул ему в апреле, и в июне еще 70, ну, мы с Катюхой-то так еще приезжали к тебе, ну, что ты, не помнишь, что ли, да? Ну, конечно, конечно, я не брал у него никаких расписок, да, я не брал, потому что это мой друг детства, ваша честь. Ну, мы же с ним с третьего класса в одной школе учились, да? Ну, он меня за школы спасал от хулиганов. Да мы вместе, я не знаю, там, от ментов убегали. Первые какие-то девушки у нас были, первую зарплату тратил, я же тебя на работу устроил тогда, ну, на первую, ну, как ты не помнишь? Да как я мог подумать, ваша честь, что он может со мной так поступить, а? Истец, возвращал ответчик какие-то суммы? Подтверждаете? Нет никаких денег до сих пор от него я не помню. Не возвращал. Ваша честь, да я крест на его сына, Димки, ну... Это все замечательно, только вот когда вы заключили... Да как ты с ней, вообще, как у меня язык поворачивается? А как у меня язык поворачивается? Нормально у меня язык поворачивается. Ваша честь, сукин сын посадил моего сына на наркоту. На что я его посадил? Вот этот уважаемый, так называемый, друг. Друг? Да, пять лет назад. Он является крестным вашего ребенка? Да, я не знаю, что у него повернулся ежедневно. Я не знаю, что у него повернулся ежедневно. Что значит, подсадил на наркоту? Что это? Да я его сыной познакомил даже. Ответчик, Ваша честь, пять лет назад мы с его родителями узнали о том, что он начал принимать наркотики. Естественно, мы взялись за него, понимаете, нет? Хотели спасти в одну больницу, во вторую клинику. Но дело в том, что не было желания у него лечиться. Вы понимаете, нет? Ему и так было неплохо с наркотой. Почему нет? Ну ладно бы, это его дело. Колись ты там, я не знаю, нюхай там. Что ты плетешь-то вообще? Но дело-то в чем? Дело в том, что он начал приторговывать, понимаете? Ага, приторговывать я начал. Стал вокруг себя всех губить наркотой. И дело в чем, не хотел он лечиться, понимаете? А тут, значит, мы поверили, нашел какую-то поликлинику, она дорогая, за рубежом. Все, запросил у меня 500 тысяч. Ну я им занял без проблем. Ну я додумал, что я другу поставил. Хороший человек, друг мой все-таки. Приехал из-за границы другим вроде как человеком. А тут в конце 2018-го я случайно подслушивал разговор телефонный своего сына. Ну да, я звонил. Я был в шоке. Ну я же и дядя, я крестик его. Почему бы не звонить твоему сыну, да? С кем я поздравлял? Этот сукин сын пацану 15 лет, твою мать! Ну и что, знаю я, что Димке 15 лет. Дальше что? Пацан таскал из квартиры вещи и деньги у меня. Я не знаю, что он тебя там таскал. Нормально мы поговорили. Чтобы купить наркоту, твои сволочи. Что мне теперь? Димке не звонить вообще, что ли? Да если бы я знал, что к всему этому придет, я бы тебя своими голыми руками задушил бы. Голыми руками бы он задушил, друг детства называется. Да что я тебе сделал-то плохого? Собственно, вот такая ситуация, вы понимаете или нет? Вы по этому факту в правоохранительные органы обращались? Вы знаете, что это, да? Серьезное уголовно наказуемое деяние. Обращались? Да, я обращался. Мне сказали, что нужно сначала выяснить эту ситуацию по поводу финансового вопроса. Ну конечно. Соответственно, я обратился к вам, к суд. Поэтому, Ваша честь, пусть что хочет делает, ворует, я не знаю, там, продает. Пусть возвращает деньги. Ответчик. Я понял. Ваша честь. Врет он все, врет. Это он хочет стрелки перевести. У меня пацан в больнице лежит, врет. Мне нужны деньги для того, чтобы вылечить пацана. Мне тоже деньги вернешь. Ты понял? Истец, истец, истец. Я вас услышал, истец. Как вы вообще прокомментируете тот факт, что вы находились действительно на лечении от наркозависимости? Находились? Проходили лечение? Находился. Проходили. Проходили. О чем был разговор с сыном истца? С вашим крестником? Я был наркоман я. С вашим крестником? Вы что, хотите, чтобы я признался, что я посадил его мальчика на наркоту? Да не будет этого, ваша честь. Что вы? Я просто с днем рождения его поздравлял. Он мне сам сказал. Ответчик, какие наркотики употребляли? Ну, это... Травку курил. Да там, по-моему, не травка. Чего не травка? Серьезнее все. Какие употребляли? Легкие? Ну, трава. А торговали какими? Да не торговал я вовсе. Да ты урод, какого хрена, а? Я же тебе говорил, я же тебе говорил, что 70 тысяч я тебе отдал в июне. Отдал. Я бы что сказал, что еще после того, как ты вернешь, я тогда с чистым сердцем напишу на тебя заявление и посажу тебя. Посажу. Друг детства. То есть сам ответчик, само наличие долга признаете? Да-да, на его же честь, конечно. Подписку подписывали. Да, подписывали. Суд удаляется для принятия решения. В следующей программе. Врачи сказали, что у него... Очень сложно говорить. Ледяная глыба упала с крыши на коляску с младенцем. Как оваться на преступной халатности, узнаем в суде. У меня машина занесла и ударился от дерева. Сломали стекло, фара. Одна фара не горела. Профессионал. Мужчина вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта. Но поездка заняла 4 часа, и самолет улетел без него. Кто виноват, решит суд. То есть можно домой вламываться, кому угодно, разбить лицо. Бежит жен, хоть не надо. Женщина мечтала о яркой любви. Теперь бывший муж спасает ее от любовника, который сначала ее обворовал, а теперь шантажирует пикантными фотографиями в стиле нюн. Слушай, ну вот не ожидал от тебя вот, ну никак просто, а? Кто ожидал? Если бы я ожидал, что к этому всему придет, то, к чему придет, ну, да не трогал, не трогал я своего сына. Ну, с детства дружили и дружили, и макина. А ты в суд пошел, да? В суд на меня пошел подавать. Да, молодец. Вот верни мне деньги сначала. Да ты скажи, что я отдал 200 тысяч рублей. Прошу всех садиться. Ты мне все вернешь. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил заявленный иск удовлетворить, взыскать с ответчиков пользуясь ЦАС суммы в размере 500 тысяч рублей. Суд в полном объеме удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку суду представлено доказательство долговых отношений между истцом и ответчиком. Это собственноручно написанная и подписанная ответчиком расписка о получении им от истца денежной суммы в размере 500 тысяч рублей в долг с обязательством возврата. В данной расписке указан конкретный срок возврата денежных средств, который к настоящему времени истек, поэтому у истца есть право требовать возврата денежных средств, данных ответчику в долг. Утверждение ответчика о том, что он уже частично выполнил свои обязательства по договору займа, вернув истцу сумму в размере 220 тысяч рублей, а также о том, что по договоренности сторон был изменен срок возврата оставшейся части долга, не подтверждается письменными доказательствами. Поскольку договор займа был заключен сторонами в письменной форме, поэтому и в подтверждении исполнения обязательств по договору займа или изменении его условий допускаются только письменные доказательства. Привела группа у нас? Поскольку при рассмотрении дела судом были выяснены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении ответчиком норм уголовного законодательства Российской Федерации, а именно незаконное хранение и избыт наркотических веществ в лицу, не достигшему совершеннолетнего возраста, суд передает материалы дела в следственные органы для проверки наличия либо отсутствия в действиях ответчика состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, принимая во внимание то обстоятельство, что данное преступление является общественно опасным и отнесено законом к категории особо тяжких преступлений, наказание за которое превышает 10 лет лишения свободы, учитывая реальную возможность ответчика скрыться от следствия, а также уничтожить возможно имеющиеся вещественные доказательства, суд принял решение передать ответчика следственной группе и непосредственно в судебном заседании. Прист, пригласите, пожалуйста, в вашу честь. Да какой сбыт, какие 10 лет, вы что вообще, ну что вы напридумывали тогда? Решение суда понят, пристет? Дело закрыто. Хорошо всех с вами. Не пойду я никуда с вами. Что вы делаете, господи? Ну, 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 ваша ч... Ну, слушай, Андрюха, ну ты-то друг детства мой, да? Ну, ну ты останови этот произвол, ну ты посмотри, что происходит, а? Ну, куда вы меня ведете-то, ну? Да вы что делаете-то? Да больно мне? Да ё-моё, ну, ну, что происходит, а? Решение суда. Иск удовлетворить. Собственно, я так и хотел. Я думаю, что пусть сначала вернет деньги, а потом, наверное, я, безусловно, напишу на него заявление, потому что так нельзя. Он травил людей. Я не понимаю, как так все получилось. Да вернул бы я именно эти деньги. Вернул. Да, да, я принимал наркотики, но я не торговал, я не барыжил, не распространял ничего. За что? За что мне такой срок обещают? Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я, я пахала пять лет на севере для того, чтобы уметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе идиоту сто семьдесят тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разъявите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане. У меня же и дня на штате. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Продолжение следует...